23 года назад жизнь Светланы Дерин круто изменилась. Женщина переехала жить в Турцию. Там прошла онлайн-курс написания икон. Шесть ее работ находятся в храме. По словам Светланы, благодаря иконописи она обрела духовную опору. Это стало необходимостью в период локдауна в пандемию. Я думала, что во-первых, я в тюрьме, а во-вторых, что в этой тюрьме мы умрем. И вот когда ты сидишь и об этом, обо всем думаешь, у тебя проходит совершенно очень жесткая переоценка ценностей. То есть все то, что не должно было в твоей жизни случиться никогда, вдруг случается. И тебе нужно понимать, за что ты должен вцепиться, уцепиться из последних сил души, чтобы заниматься чем-то правильным и богоугодным. Работы Светланы будут выставлены на выставке икон, которая откроется 2 августа в рамках Международного фестиваля христианского искусства «Окно в мир». На фестивале будет представлено порядка 200 икон, написанных не профессиональными художниками, а простыми людьми, которые, так же, как и наша героиня, в какой-то период своей жизни ощутили потребность прикоснуться к религии через творчество. Ну, как вот в Евангелии сказано, «Возлюби Господь Бог, ты его всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим». Вот это правильный подход, да, когда человек практикует христианство и на уровне тела, то есть это посещение храма, участие в таинствах, и на уровне души, то есть это эстетика, и он понимает в традициях, отличая, там, скажем, Рублева от Нестерова. Это также еще должен быть такой интеллектуальный момент, когда человек может объяснить, во что он верит. Фестиваль христианского искусства пройдет в Самаре четвертый год подряд. В этот раз фестиваль пройдет в Софийском соборе. Помимо выставки, организаторы запланировали для посетителей насыщенную программу, рассчитанную и на детей, и на взрослую аудиторию. Само открытие будет очень торжественное. На открытии будет колокольный звон, там будет песнопение, то есть с молитвы все начинается. И такой синтез искусств, собрание искусств христианских, и всех, кто хочет на это посмотреть, это пространство храма, безусловно. То есть очень красивое, великолепное здание самого Софийского собора. Все вместе это рождает фестиваль. Помимо выставки и мастер-классов, организаторы анонсируют диспут на тему «Место икона в жизни современного христианина», лекцию о толковании иконописного языка, экскурсию по Софийскому собору, кулинарную и ремесленную ярмарки. Главными событиями фестиваля станут презентации новых проектов и подписание договора между Самарской духовной семинарией и Школой иконописи о сотрудничестве. Фестиваль продлится до 18 августа, вход свободный. Галина Топилина, Николай Сидоров, События.